Настоящая причина Добро пожаловать на серию лекций, где мы будем обсуждать удивительное человеческое тело, в котором каждый из нас живет и его способность лечить себя. Видите ли, человеческое тело было задумано лечить само себя, и оно будет это делать, если вы предоставите ему правильные условия. Так же, как мое мандариновое дерево даст прекрасные плоды, если я дам ему правильные условия. Так что на этой неделе мы будем говорить о необходимых условиях, о нашем теле, как и почему оно самоизлечимо. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел рассказать о самых распространенных теориях, почему человеческое тело заболевает, почему человеческое тело не лечит. Я думаю, вы согласитесь, что сейчас очень много болезней на планете Земля. Чтобы сделать это, мы должны будем начать с анализа самой клетки, так как мы попросту набор клеток, которых насчитывается около сотни триллионов в нашем теле. У нас есть глазные клетки, мышечные клетки, тканевые клетки, костные клетки. И чтобы понять, как человеческое тело самоизлечимо, вы должны спуститься к самому маленькому компоненту, которым является клетка. В центре каждой клетки находится ДНК. ДНК – это генетический код. Он находится внутри ядра, и генетический код определяет, будут ваши глаза голубыми или коричневыми. Будут у вас коричневые, прямые или кудрявые волосы. И это невозможно поменять. Но в 1953 году заголовки газет гласили «Был обнаружен секрет жизни». Два ученых с Крита смогли распутать ДНК, этот генетический код, внутри каждой клетки. А вы знали, что если вытащить ДНК, он 2 метра длиной? Давайте взглянем на ДНК. Я думаю, все мы видели иллюстрации. 23 хромосомы от матери. Хромосомы моей матери определяют, что у меня голубые глаза. 23 хромосомы от отца. Хромосомы моего отца определяют, что я низкого роста. Что в 61 у меня до сих пор коричневые волосы. Мы можем провести такой анализ друг с другом, со своими братьями и сестрами, нашими детьми, нашими дядями и тетями, нашими бабушками и дедушками. Всегда очень увлекательно наблюдать и пытаться определить, какая линия проявляется в каждом человеке. Если посмотреть, из чего состоит ДНК, то линии, которые я сейчас изобразила на доске, это аминокислоты. Аминокислоты – это попросту расщепление белка, который мы едим. ДНК – это огромная библиотека. Если всю информацию перевести в алфавитный язык, она заполнит тысячи книг, в которых будут тысячи страниц, с тысячами букв на каждой странице. Это потрясающе, не правда ли? Что по поводу внешних линий? Они состоят из полисахаридов, то есть большого количества сахара. Полисахариды есть во всем, что мы едим. В зерновых, орехах, семенах, овощах, фруктах. И вещество, которое склеивает внешние и внутренние аминокислоты, и полисахариды – это минералы. Еда, в которой больше всего минералов – это овощи. Больше всего минералов находится в ваших темно-зеленых лиственных овощах. Гиппократ, названный отцом медицины, сделал заявление, которое часто цитируют. Он говорил, пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство – пищей. А ведь он не знал про ДНК, не знал, что еда составляет наше ДНК. Когда я смотрю на некоторые тележки в супермаркетах, я думаю, как их ДНК может вообще когда-либо правильно измениться? Потому что полезных веществ, необходимых для создания этого ДНК, недостаточно. Недостаточно в еде, как, например, в еде быстрого питания. Но продукты, которые выросли на Земле и были употреблены в пищу через короткое время после их сбора, очень богаты этими основными компонентами. Мы постоянно меняемся, и меняемся мы в соответствии с ДНК. Знали ли вы, что наши глазные клетки меняются каждые два дня? Вот почему операция на глаза занимает около дня. Они исцеляются очень-очень быстро. Следующие по скорости изменений – это клетки желудочно-кишечного тракта. Они меняются каждые 3-5 дней. У нас новая кожа каждый месяц. Куда уходит старая кожа? Вот почему мы пылесосим пол, меняем нашу одежду, меняем белье. Потому что клетки нашей кожи постоянно меняются. У нас новые кости примерно каждые 3 месяца. Новая печень каждые 6 недель. Так что мы постоянно меняемся. Около 2-х лет проходит, через 2 года у нас уже новое тело. Я раньше говорила людям, у вас одно тело, вам нужно за ним ухаживать. Если у вас ломается машина, если она начинает ржаветь, перестает работать, вы можете получить новую машину, но не сможете получить новое тело. Но я передумала, когда поняла, что это тело постоянно меняется. И оно меняется в соответствии с генетическим кодом в каждой клетке нашего организма. Сегодня есть две популярные теории, почему люди заболевают. Это теория генов и теория микробов. И в данный момент мы следуем теории генов. Я бы вам хотела показать, как создается новая клетка желудочно-кишечного тракта. Когда вы поймете, как же она создается, вы поймете, почему люди не исцеляются. Давайте посмотрим. Вся информация по созданию новой клетки желудочно-кишечного тракта есть в ДНК. А вы знали, что в каждой клетке нашего организма есть информация о том, как построить весь организм заново? Но в желудочно-кишечном тракте нам не нужна информация о том, как построить клетку печени, глаза или кости. Поэтому вся информация, которая нам нужна, включается, а та, что не нужна, выключается. Делается фотокопия, которая называется РНК. РНК – это фотокопия всей информации о том, как сделать новую клетку желудочно-кишечного тракта. И все сходится к еще одной части клетки под названием рибосома. Рибосома – это маленький завод, где создается новая клетка. РНК спускается в рибосому, и новая клетка начинает создаваться кирпичик за кирпичиком. Что же это за кирпичики? Это аминокислоты. Вы, наверное, слышали, что аминокислоты – это строительные блоки тела. И это правда. А клей, который соединяет аминокислоты вместе – это минералы. Минералы в прямом смысле слова склеивают нас вместе. Они важны для нас. Кирпичик за кирпичиком. И вот появляется новая клетка желудочно-кишечного тракта. Каждые 3-5 дней. Обкладка желудочно-кишечного тракта выглядит вот так. Вот тут, в углублении, появляется новая клетка. Ей понадобится 3-5 дней, чтобы подняться, а потом она умирает и выводится. Желудочно-кишечный тракт – очень интересная часть нашего тела. Потому что на самом деле он не является частью нашего тела. Что я имею в виду, говоря это? Это внешняя структура. Моя кожа, как примеру, это внешняя структура. И вот часы на моей коже не являются частью моего тела. Но если эти часы вдруг растворятся, и моя кожа поглотит их, тогда они станут частью моего тела. Таким образом, желудочно-кишечный тракт – это внешняя структура. И интересный факт о желудочно-кишечном тракте. Он 8 метров длиной. Одно его отверстие здесь. Это полая труба, а другое отверстие на другом конце, где выходят отходы. И обкладка, особенно в таком кишечнике, выглядит вот так. Так что все, что входит в наш желудочно-кишечный тракт, не является частью нас с вами, пока не разбивается на крошечные структуры, которые мы рассмотрим на этой неделе. Потом это поглощается вот этой обкладкой в кровь. Потому что все тут покрыто мелкими капиллярами. Это кровяная система. Вот что имею в виду, говоря, что это внешняя структура. Все, что входит в наш желудочно-кишечный тракт, не часть нас с вами, пока не разобьется на крошечные структуры, не поглотится в кровь. И вот тогда это становится частью нас с вами. Это очень важная часть кишки, ее обкладка. Гиппократ говорил не только, пусть пища будет твоим лекарством, а еще говорил, что все болезни начинаются в кишке. Потому что если эта кишка не работает, мы не получаем питательные вещества в нашу кровь. Я только что вам показала, как создается новая клетка желудочно-кишечного тракта. Теперь я вам хочу показать, как создается клетка синдрома раздраженного кишечника. Потому что если вот эти клетки не меняются, которые должны меняться каждые 3-5 дней, и мы только что признали это, так же, как и ваши книги по физиологии и анатомии, как тогда человеку, у которого синдром раздраженного кишечника не исцеляется, скажем, за 2 недели. Это обоснованный вопрос. Да. Это очень обоснованный вопрос. Так что я хочу показать, как создается клетка синдрома раздраженного кишечника. РНК создает копию... РНК создает фотокопию всей информации. Спускается в рибосому, в маленькое отделение, где создается новая клетка. И клетка синдрома раздраженного кишечника начинает создаваться. Кирпичик за кирпичиком. О, тут утеряна часть информации. Кирпичик за кирпичиком. Еще утеряна информация. У человека не хватает аминокислот. Кирпичик за кирпичиком. Не хватает магния. Жизненно важного минерала, который нужен для более чем 400 функций тела. Выглядит очень печально, не правда ли? И вот появляется клетка синдрома раздраженного кишечника. Вот клетка синдрома раздраженного кишечника. Каждые 3-5 дней. Этой простой иллюстрацией я только коснулась одной из причин, почему люди не выздоравливают. Иллюстрацией того, как создается клетка желудочно-кишечного тракта и синдрома раздраженного кишечника. Я бы хотела сейчас рассмотреть, почему это происходит. Почему ДНК поврежден? Особенно, когда вы понимаете, что ферменты постоянно передвигаются вниз-вверх, и их ролью является заживление поломок. Но если человек не ест полезные вещества, необходимые для создания этих ферментов, упускается даже и это. Понимаете, на кончиках наших губ должен быть вопрос, почему. Джулиус Саммер Миллер всегда говорил, почему это так происходит. Он цитировал закон Нитона, который гласит, что на каждое действие существует равное и противоположное направленное ему противодействие. Всегда есть причина. Рэд Диан Киплин, популярный английский писатель, он написал целое стихотворение об этом. Я прочитаю вам первую страфу. Есть у меня шестерка слуг, проворных, удалых, и все, что я вижу вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде, зовут их как и почему, кто, когда и где. Берете ли вы свою шестерку удалых слов, слуг с вами везде? В притчах 26.2 написано, а к воробей спорхнет, а к лавточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Другими словами, нет ни одной проблемы, которая происходит без причины. Так что, вот тут у нас большой вопросительный знак, почему? Почему ДНК повреждена? Сегодня исследования показали, что 92% повреждения ДНК вызваны дефицитом минералов. Как у австралийцев может быть дефицит? Минералов. Австралийцы в наше время едят даже салат Романа. Я говорю это потому, что еще 20 лет назад употребляли только белую сердцевину из салата Айсберг. Джейми Оливер сделал много для австралийской кухни, не так ли? Он предоставил намного больше зелени. В зелени больше всего минералов из всего овощного мира. Мы должны посмотреть на то, как эти овощи выращиваются. Землю используют снова и снова. Любой огородник, выращивающий органические продукты, знает, что если он засеет свою землю, он не может засеять ее второй раз, пока он не восстановит все минералы, которые предыдущий посев забрал. Вот происходит так, что растения выращиваются снова и снова в той же земле. И все не так хорошо идет. Тогда добавляются суперфосфаты. Суперфосфаты убивают микроорганизмы. Они как раз-таки отвечают за то, чтобы передавать минералы из почвы к растению. И теперь растение неполноценное. Может быть, выглядит хорошо, но на вкус не особо. И все жуки нападают на это растение. Обратите внимание на растение, на которое они нападают. На слабое растение. И огородник опрыскивает растение, чтобы убить жуков. Потом его рано вырывают, содержат слишком долго. И последние оставшиеся минералы, скажем, в брокколи, когда человек готовит их в кастрюле и выливает оставшуюся воду в раковину, вот туда уходят последние оставшиеся минералы. И как на вкус такое брокколи? Если у вас была повязка на глазах, вы бы даже не поняли, что это брокколи. Вы когда-то кушали яблоко с дерева? Вкус изумительный. Знаете, что это за вкус? Это минералы. Один раз я летела на самолете, и мне предложили яблоко. Я была в восторге. Яблоко на самолете. Я откусила кусочек, и о, нечто. Если бы я не знала, что я ела, я бы не поняла. Вкуса не было вообще. Это объясняет, почему люди, когда готовят, добавляют всевозможные кубики. Потому что еда на вкус никакая. Хотите, чтобы еда была богата на вкус? Выращивайте свою и выращивайте на высокоминерализованной почве. Очевидно, что когда люди живут на еде быстрого питания, в которой дефицит минералов, у них будет минеральный дефицит. Но сегодня мы знаем, что минеральный дефицит есть даже у людей, которые едят много фруктов и овощей, из-за того, что они выращены. Из-за того, как они выращены. И это всего лишь одна из причин, как вы видите. Даже исследования показывают 92%, что повреждение ДНК происходит из-за дефицита минералов. Мы потеряли клей, который склеивает нас. Химические вещества. По оценкам, около 32 тысячи новых химических веществ создаются человечеству каждый год. Вы не можете сказать, что там у вашего соседа, но вы точно можете сказать, что находится в вашем доме. Сделайте решение и откажитесь от химических веществ. И употребляйте органические фрукты и овощи как можно больше. Будьте осторожны с тем, что есть в супермаркетах. У нас на программе был человек по борьбе с вредителями, и он сказал мне, в этих супермаркетах есть вещи, которые мне по закону нельзя использовать. Что это за вещи? Некоторые из отбеливателей и очистители для духовки очень токсичны. В течение этих лекций я покажу вам альтернативные способы держать ваш дом в чистоте. Один из типов химических веществ, который обычно не рассматривается как таковой, это лекарственная терапия. Лекарства никогда не излечивают болезнь, а только меняют ее форму и месторонахождение. Я имею в виду их побочные эффекты. Но скажем, кто-то был на антидепрессантах или кортизоне много лет, я предупреждаю, не стоит сразу останавливать употребление. Если вы сидите на медикаментах, очень хорошо, что был бы кто-то рядом, показывая вам альтернативу, помогая медленно сойти с них. Может быть, очень опасно отказаться от них сразу. Генетически модифицированная еда. Генетически модифицированная еда вызывает рак, потому что она создается путем совмещения двух видов. Например, ДНК лосося, совмещенная с ДНК помидора, с надеждой, что будет выведен помидор, который будет врасти в снегу. И обычно они даже не добиваются того, чего хотят. Это огромная область, которую еще не изучили. Но известно то, что вещества, которые попадают в наш организм, после употребления генетически модифицированной еды, неизвестны нашему организму и имеют способность ослаблять и даже наносить ущерб нашему ДНК. Электродвижущая сила. Мы электрические люди. У нас есть электрическая искра в каждой клетке. Существенность нашей нервной системы это наша электрическая система. Электромагнитное поле способно регулировать или влиять на наше электромагнитное поле, нанося вред на клеточном уровне и даже на уровне ДНК. Электромагнитное поле в человеке это 10 герц. И по-моему это 10 оборотов в секунду. А с линиями электропередач вы часто получаете 50 герц. И хорошо известно, что это наносит вред на клеточном уровне. Фермер знает, что его скоту нельзя пастись под этими большими вышками, потому что будут метворожденные и уродливые младенцы. Мои дети любили ходить к этим огромным вышкам. Они были где-то в километре от места, где мы жили. Они находили вечные ромашки с пятью сердцевинами и другие мутации в жизни растений, которые росли под этими огромными электрическими вышками. Так что, если эти вышки могут влиять и регулировать растения и ДНК животных, как насчет ДНК людей, безусловно, никогда не разрешалось, чтобы дома строились, никогда не разрешалось, чтобы дома строились под этими огромными вышками. Но сегодня я вижу районы, в которых дома стоят под такими вышками. И они способствуют повреждению ДНК и даже появлению болезней. Будьте внимательны в комнате, в которой вы спите. Мы проводим там треть жизни. Будьте осторожны с электрическим оборудованием в вашей комнате. Не заряжайте мобильный телефон в вашей спальне или айфон, айпод, компьютер, телевизор. Если у вас нет выбора, постарайтесь это делать в самом дальнем конце комнаты. Так что всегда следите за тем, где вы спите. Даже на стенке кровати. Следите, чтобы не было счетчика или чего-либо другого по другую сторону стены. Также стимуляторы. Стимуляторы тоже могут влиять на ваш ДНК. И пока я буду проходить это с вами, вы поймете, о чем я. Один из них это сахар. У нас около 400 диабетиков сейчас диагностируют каждый день в Австралии. Это эпидемия. Диабета не было на планете, пока прочно не установился сахар. Гиппократ не упоминает о диабете в своей литературе. Что делает сахар? Как он вызывает диабет? Он вызывает огромный рост уровня сахара, и поджелудочная железа должна на это ответить огромным количеством инсулина, чтобы снизить этот уровень сахара. И потом обычно у человека он падает слишком низко, и ему нужен сахар, чтобы повысить. И потом вы наблюдаете такую картину. Сахар постоянно прыгает вверх-вниз в течение дня. Кризис, 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 кризис. И в конце концов поджелудочная железа говорит, с меня хватит, и перестает выделять инсулин. Сахарный диабет попросту значит сладкая моча. Когда поджелудочная больше не сохраняет инсулин, он больше не хранится в клетке, он выходит в кровь и выделяется в мочу. Сегодня в Австралии мы наблюдаем за четвертым поколением с передозировкой сахара, которая даже о ней не подозревает. Сахар вызывает привыкание, как наркотик. Я расскажу об этом далее. Кофеин взаимодействует с нейромедиаторами в мозгу день за днем. Кофе, шоколад, кола, затем сладкая парочка. Сахар плюс кофеин может породить плод. Ментальное заболевание из-за нарушения работы нейромедиаторов и может даже разрушить ДНК. А также табак. Все знают о результатах его исследований. Что нерожденный ребенок в утробе страдает от курения матери и что он получает дефективный ДНК. Как женщина, так и мужчина может поедать ребенку дефективный ДНК. Я видела серию лекций профессора Уолтера Уайта в Мельбурне пару лет назад. Он показывал фотографии легких у младенцев, рожденных от курящих родителей. В них было меньше альвеол, а легочные пузырьки в альвеолах были намного шире, чем должны были быть. И все из-за курения родителей. Алкоголь. Фатальный алкоголизм то, с чем могут родиться дети, у которых родители пьют дважды в неделю. А ведь это кажется немного. Сегодня все больше и больше появляется информация о том, насколько вреден алкоголь. Не только из-за своего влияния на клетки человеческого тела, но и из-за влияния на ДНК. Гнев. У меня есть книга «Учение о воде», написанная японским ученым, и он делал много исследований воды. Если наблюдать воду под микроскопом, то у нее молекул та же форма, что и молекул снега. Так вот, этот японский ученый проводил эксперименты. Он поставил тяжелую рок-музыку с ненавистью и насилием и обнаружил, что форма молекул нарушена. Хаотично. А вот когда он поставил классическую музыку с любовью, радостью, форма осталась целостной. Даже без музыки, наклеивая на банки с водой слова ненависть и любовь, он замечал такие различия. Интересно, не правда ли? А мы ведь состоим из воды. На 75% снизу до шеи, на 85% от шеи и выше. Так что, если человек постоянно подвержен влиянию негатива и злости, это разрушает его клетки вплоть до разрушения ДНК. Если вы сейчас переволновались из-за того, что привыкли дергаться по любому поводу, то у меня для вас хорошие вести. Если прекратить делать плохие для организма вещи, тело очень быстро восстанавливается и исцеляется. Грибок. Если понаблюдать за природой, то можно увидеть, что грибок может сращиваться с ДНК других растений. К примеру, выглянув окно, я вижу ель, позади которой растет грибок. Как он там прикреплен? Он сращивается с растениями и воспроизводит себя через него. Дэвид Аттенбора ведет передачу о муравьях, живущих под землей. И вот у этих муравьев наверху образовывается плесень или грибок, который раскладывается на маленькие шарики и хранятся в качестве еды. Однако обнаружено, что муравьи работали посменно, то есть каждый муравей обрабатывал грибок полчаса по очереди. Ведь если бы он провел больше времени, то грибок сросся бы с ДНК муравья. Давайте рассмотрим грибок и в это время поговорим о микробной теории. Грибок — это микроорганизм, то есть по определению микроскопический живущий организм. Они везде в воздухе, у нас на одежде, на коже, везде. На что ни посмотри. Везде даже у нас в организме. И их там больше в 10 раз, чем клеток. Самая большая концентрация микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте. Там их в 10 раз больше где-либо еще в теле. Когда происходит клеточное повреждение, эти микроорганизмы способны менять роли. Видите ли, если меняется окружающая среда, все они изменяются с ней. И при повреждении клеток эти микроорганизмы становятся командой уборщиков. Один микробиолог сказал мне, мы называем их сборщиками мусора, потому что это их роль на планете. Так что, вот так эти микробиологи называют бактерии. Это приспособленческие организмы, так что чем больше грязи, тем больше бактерий. Когда меняется окружающая среда, бактерии сменяют роль. Из собирателей мусора они превращаются в уничтожителей. Так появляется брожение и грибок. Их очень много в среде обитания, и они ее уничтожают. Они подстраиваются под среду и становятся гробовщиками, забирают мертвые вещества, затем переходят на стадию плесени, которая длится недолго. И вот уже среда обитания обращается в пыль. Что говорит священник на похоронах? Прах к праху. Он ссылается на то, что будет происходить в гробу. Вы знали, что правительство обсуждает переработку кладбищ? Потому что это все в конечном счете пыль. Не волнуйтесь, это, конечно, не допустит из-за памяти людей. То, что я нарисовала здесь, это цикл жизни, или углеродный цикл. Базовое состояние углерода ничего не создается и не уничтожается. Он всего лишь меняет форму. Это цикл жизни. Если кукубара умрет в кустах, что с ней случится? Она превратится в пыль. А всякие жучки в кустах этому способствуют. Был современный ученый во времена Луи Пастора, который открыл миру микробную теорию. Его звали Антуа Бешам. Антуан Бешам шесть раз получил степень профессора, и он не верил в теорию Луи Пастора о том, что микробы возбуждают инфекции. Он говорил, нет, нет, микробы как раз являются результатом нездорового состояния. И вот это, этот нарисованный мною круговорот жизни подтверждает это. Однажды Антуан Бешам замотал мертвого кота в полотно, положил в воздухонепроницаемый контейнер и оставил на четыре месяца. Открыл его по течению четырех месяцев, ученый обнаружил горстку пыли и немного костей. Как же кот превратился в пыль? Контейнер воздухонепроницаем. Микроорганизмы были частью живого, бегающего кота, и при смерти организма, что является базово огромным повреждением клеток, микроорганизмы сбросили плащи, надели перчаточки, образно говоря, и стали сборщиками мусора, а затем уничтожителями, а затем гробовщиками. Пока естественным ходом задание не завершилось, и среда обитания не обратилась в пыль. Вот они, игроки, цикла жизни, его исполнители. Нам нужно это знать и с этим работать. Антуан Бешам взял пыль от мертвого квакота, наблюдал под микроскопом и обнаружил жизнь. Микроорганизмы, завершив задание превратить среду в пыль, остались ждать следующего. Вот почему мы используем удобрения. У меня всегда было три кучки удобрений. К одной я добавляю, другая лежит, а из третьей я беру. Как я узнаю, что можно взять? Я тыкаю вилкой на ощупь компост и выглядит как компост. И на нюх, как компост. Если нет, значит, нужно что-то доработать. Но я обычно точно знаю, потому что оттуда вырастают мои деревца и овощи. Затем я распределяю удобрения по всему саду. Зачем же? Потому что микроорганизмы внутри отвечали за рост, созревание и, если яблоки не съедены, загниение яблони. Видите? Они меняют роль и подстать в среде. И вот яблоня сгнивает и превращается в кучу компоста, в которой остаются ценные микроорганизмы. Ничего не создается, ничего не уничтожается. Просто меняется роль согласно окружению. К примеру, мой сельдерей. Он у меня давно растет, гниет, опять растет. Вот я добавляю в почву компост. Что это? Микроорганизмы. Вот сейчас они будут играть другую роль. Они разложили среду и теперь ответственны за расщепление тяжелых металлов и солей в почве, чтобы сделать их пригодными для корней растения. То есть, ответственны за распад. Также они ответственны за высасывание минералов в растения и за его защиту. вот такие три важные функции микроорганизмов для растений. И оно знает, что нуждается в них. 50% питательных веществ, согласно фотосинтезу, отсылается к корням, чтобы прокормить микроорганизмы. Будто растение говорит, будьте добры, останьтесь, я вас буду хорошо кормить. Отличная иллюстрация того, как берут, чтобы отдать обратно. Вы знали, что принципы служения прописаны на всех растениях? Микроорганизмы расщепляют тяжелые металлы, чтобы растения могли впитать их и при этом защищают от вредных микробов. Я бы хотела подняться еще на ступеньку выше, но всему свое время. По этой доске можно понять, почему органически выращенный свой помидор в 9 раз вкуснее магазинного, выращенного технически. Может, на вид и не поймешь, но с первой же пробы разница очевидна из-за минерально наполнимого. Итак, давайте рассмотрим желудок человека. Глубоко-глубоко в нашем пищеварительном тракте есть толстый слой торфа, что покрывает внутреннюю ткань. он состоит из бифодобактерий, лактобацилус, ацидофилус, микроорганизмов. Помните, я говорила, что в желудке у нас в 10 раз больше бактерий, чем где-либо еще? Вот это вот, эта толстая торфяная подложка. И они играют такую же роль в этом слое, как в почве для растения, ответственные за расщепление нашей еды, впитывание и защиту. Насколько же они важны? Я скажу, что эти ребята вовсе не худший враг, а очень важная жизненная сила на планете Земля. Когда мы были в утробе, наш желудок был стерилен, там не было микроорганизмов. Но когда мы родились, пока выходили из матери, мы буквально искупались в ее микроорганизмах. Не знаю, видел ли кто-нибудь шоу две недели назад на канале Каталист под названием «Защита желудка». По-моему, и оно было полностью о микроорганизмах. И там был доктор, который сказал, «Я всегда считал, что Господь сделал ошибку, создав анус и вагину так близко друг к другу». Что же Бог делает? Ведь все, что выходит из ануса, остается рядом с новорожденным. Но теперь я понимаю, что это идеально, потому что, когда родительский канал растянут и анус растянут, микроорганизмы прямо-таки обливают новорожденного, который принимает их через рот, и у него начинает образовываться торфяная подложка. в этих микроорганизмах и этот терфлор начинает расширить. И оказывается, если ребенок рожден с кесарем сечением, у него не развивается нормальная желудочная среда. То, что получают такие дети, микрофлора кожи, а не кишечника, которая, конечно же, не заменит ее. Интересно, не правда ли? Поэтому, если кто-то родил ребенка с кесаревым сечением, то каждый раз, прежде чем кормить его грудью, мать должна наносить пробиотики на сосок. Можно купить ватные диски, с помощью него наносить лакта бацилус ацидофилус. Это очень просто. Если женщина кормит грудью, молоко тоже содержит микроорганизмы. Но если у матери нестабильная измененная микрофлора кишечника, то она такую же передаст ребенку. И неважно, при рождении или посредством кормения. Что будет взаимодействовать с этим кишечником? Антибиотики. Вы, наверное, видели в газетах, я проводила несколько химических программ в прошлом году. Вот сообщение для докторов. Ограничьте. Ограничьте подписание антибиотиков. Каждый должен быть на курсе сохранения жизни. Вы знали, что человеческий кишечник может взаимодействовать только с двумя курсами приема антибиотиков за всю жизнь. Но многие проводят 3-4, это медленное убийство. Видите, антибиотики убивают бактерии, как плохие, так и хорошие. Что еще так компрометирует флору кишечника? Оральные контрацептивы и многие лекарства. Среди худших кортизол. И если при этом у человека еще много рафинированного сахара и алкоголя, брожения все больше и больше. А это важно для наших расщепления, всасывания и защиты. Потому что с едой попадает всякая всячина, от которой нам нужна защита. Очень нужна. То, что я вам рассказываю сегодня, Гиппократ не знал и все же говорил. Пусть еда станет вашим лекарством, а лекарство едой. Потому что он наблюдал и замечал, что если человек нормально ел, у него все было хорошо с желудком и поэтому он был здоров. И многие дети рождаются сегодня с уже расстроенным желудком. На канале Каталист, когда шло то шоу, они нашли решение. и вы наверняка будете шокированы им. Он называется катательный трансплант, какательный трансплант. Берется экземпляр фекалий у человека со здоровым кишечником, смешивается в блендере с какой-то водой, да, это реально, забирается огромным шприцом и под анестетиком вставляется другому человеку с проблемным желудком в колон от слова колоноскопия. Так называется, когда проводят обследование, оттуда убирают камеру и шприцом вводят содержимое. Какательный трансплант. Они могут вводить повыше, пониже, но знаете, в этом нет никакой нужды. Все, что нужно сделать человеку с больным желудком, принимать пребиотики орально. Пребиотик значит для жизни. Пробиотик нужно спрашивать в аптеках. Его нужно принимать до завтрака, чтобы микроорганизмы смогли спуститься туда, куда мы хотим, чтобы они спустились. Но есть еще кое-что, что вы можете сделать. Есть два растения, оба немного слизкие. И хорошо, что они слизкие, потому что они содержат вещества, которые склеивают и залечивают кишечник человека. Первый алоэ вера, а второй вяз. Вяз называют скользким, потому что если его намочить, он действительно таким будет. эти два растения я бы советовал очередовать. Сначала одно, потом другое, потому что, знаете, тело привыкает к вещам. В 103-м псалме, 14-м стихе написано, «Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу». Мне очень нравится этот стих, будто трава сама пытается тебе угодить, спрашивая, где тебе удобно, чтобы она росла. Когда алоэ вера проходит в кишечник, оно смазывает и успокаивает всю линию кишечника. Также оно содержит стимулятор роста, который стимулирует быстрее исцеление в этих клетках, которые быстро реагируют на алоэ вера, потому что сменяются каждые 3-5 дней. Вяз тоже содержит стимулятор роста, так что оба растения лечить кишечник. Вот этот пробел в микрофлоре кишечника заставляет клетки страдать от нехватки питания. Торфяная подложка питает клетки кишечника. Мы нарисуем довольный смайлик там, где клетки получают питание, а там, где не получают грустный. Теперь понимаете, почему кто-то с проблемным кишечником испытывает трудности при попытке исцелиться? Потому что ему не предоставлено нужных условий. Когда они будут предоставлены, кишечник исцелится. Часто, когда бактерии выходят из-под контроля, человек идет к доктору, а доктор советует антибиотики. Давайте-ка их рассмотрим. Что обозначает это слово? Против жизни. Вот что оно означает. И раз мы уже живые организмы, нам стоит уйти от этих убийственных методов. Все, что обладает способностью убить мелкий организм, также может убить и большой. А мы есть большой организм. Примерно один из десяти докторов сегодня заявляет, что антибиотики больше вызвали проблем, чем когда-либо излечили. Что такое антибиотики? Александр Флеминг в 1929 году уже выращивал бактерии у себя в лаборатории в колбочках. И вот однажды он приходит и все бактерии мертвы. Он знает закон Ньютона, что на каждое действие есть противодействие и стал оглядываться. Знаете, я считаю, мы все должны стать частными сыщиками, исследуя, почему эти шутки являются тем, чем он оглянулся, не увидел ничего, посмотрел наверх и подумал, что-то могло спуститься, посмотрел на окно, оно было открыто и на нем стояло блюдо с фруктами. Среди них был заплесневелый апельсин. Вы помните, чему мы научились? Что отдает заплесневелый апельсин? Пыль. И в этой пыли токсичный яд, который грозит убить любого, кто встанет против плесени этого апельсина. Как помеченная территория плесень говорит, мой апельсин, не приближайтесь, а то отравлю любого, только мой апельсин. Что же в этом апельсине? Брожение, грибок, плесень, то есть пыль убила бактерии Александра, Флеминга. Он назвал плесень пенициллиум, а плесневые отходы пенициллической кислотой. Видите ли, плесневые отходы очень опасны, а это ведь пенициллин, как мы знаем его сегодня. пенициллин спас жизнь, и как мы знаем, около миллиона людей на сегодня. У нас проблема с передозировкой антител и неспособностью докторов спросить почему. эти микроорганизмы нельзя поставлять вне контроля. Если не обуздать их вовремя, то так и останешься болен. Так что курильщик должен прекратить курить. Люди, живущие в плесени, должны из нее выбраться. О, да. Это должно быть на уровне рефлекса. На верхней части доски я написала восемь принципов хорошего здоровья. Первый чистый воздух. курильщик не понимает, что это такое. Однажды ко мне на программе пришла женщина, я спросила ее, у вас респираторные проблемы? Она сказала, да, у меня астма. Я говорю, когда у вас началась астма? Видите, детективная шляпка пошла в дело. Она говорит, лет в пять. И меня это заинтриговало, ведь если из-за генетики или еды, это происходит намного раньше. Хм, пять? Что она говорит, а мы переехали в другой дом. И как раз в тему говорит она, я подумала о том, там под ковром в углу гостиной росли грибы. Как вы думаете, каким воздухом стала дышать та девочка? Как вообще могут быть грибы в комнате? Очевидно, там что-то с водой, потому что плесень можно найти всегда в непроветриваемом помещении и без солнца, влажном. Это ведь приспособленческий организм. Антибиотики стоит использовать только в совсем крайней жизненно важной ситуации. Вот почему я говорю, пожалуйста, ограничьте, ограничьте же подписание антибиотиков, потому что уже человек заболевает серьезно, и они уже не помогают. как же мы привыкаем к лекарствам, потому что вот иллюстрация, микроорганизмы меняются, забросить к ним немного яда, они немного отступят, но они адаптируются. Вот почему это золотой запас. Ничего полностью на них не повлияет. Флоренс Скотт, Ноттингейл знал это. Флоренс Ноттингейл очень известная медсестра и в 1855 ее попросили поехать в Скутари, то есть порт внизу Черного моря, куда отвозили раненых к Крымской войне. На Крымской войне французы-англичане воевали против русских, то есть раненых ложили в лодку и отправляли по Черному морю в самый низ, в порт Скутари, где были бывшие бараки турецкой армии. Журналист поехал туда для репортажа и у него случился шок. Вы знали, что смертность в госпитале была 50%? У войны были лучшие шансы на поле боя, чем в госпитале. И журналист поехал назад в Англию, публикуя в первые полосы огромными буквами. Разве мы вырастили молодежь для того, чтобы они там гнили? Так что правительство быстренько отправило сестру Ноттингейл и еще 35 медсестер с Кутари посмотреть, что там происходит и что там можно сделать. Когда она приехала, доктор сказал, ты не войдешь, это мужское дело, это не для женщин. Так что Флоренс Ноттингейл пошла на кухню. Кухня была грязной, вся еда была в жидкости в перемешку с гниющими остатками и эта еда тело не может исцелиться без питания, как вы видите по этому ДНК, потому как создается клетка. Нам нужно питание. Так что она послала телеграмму своему отцу. Она верила, что пробьется в госпиталь. Так что она послала телеграмму, что ей нужны тонны чистых матрасов, простыней, бинтов, одежды, мочалок, скребков и повара. Через две с половиной недели прибыл еще один корабль с ранеными, еще 1200 солдат. Госпиталь был переполнен и напоминал канализацию, наполненную мусором, он прогнил. Так что доктор сказал Флоренц и ее медсестрам, ладно, вы можете войти. И первое, что она начала делать, это прибираться, драгить и чистить. Это был ноябрь 1855 года, через шесть месяцев смертность снизилась до двух процентов, да и фактически к марту уже было 10 процентов. Что же она сделала? Она закрыла доступ сделала так, чтобы среда не способствовала изменению бактерий. Это очень важная история. И произошла она за 80 лет до изобретения антибиотиков. Невероятный результат. Когда она вернулась в Англию, спустя несколько лет ее встретили как героиню. Она не поняла, что происходит. Переоделась в лодке, сменила имя на Джеймс Смит, вышла задним ходом и пошла домой. Родители спросили, зачем ты так? Она ответила, я не героиня. Все, что я сделал, это установила гигиену, санитарию и питание. Кто-нибудь понял? Установила гигиену, санитарию и питание. Она сказала, всего лишь. На прошлой программе меня спросили, а почему она сделала это, доктор, а не доктор? Я сказала, это очень хороший вопрос. Дело в том, что Флоренса очень хорошо читала свою Библию. А вы когда-то читали правила чистоты, которые дал Бог израильтянам в пустыне. У них были четкие правила чистоты. Если им нужно было в туалет, то им нужно было выйти из поселения, это несколько миллионов человек, и всем выкопать ямку. И когда закончили, никто не должен был знать, что произошло. Когда кто-то умирал, его выносили за пределы поселения и хоронили там. И люди, которые выносили умершего, не имели права заходить в поселение еще три дня. Сперва им стоило омыть тело и одежды. Строгие правила чистоты. Этим ребятам никак не выжить в таком поселении. Вам нужно просто закрыть доступ. И когда Флоренс Ноттингелл прошла теорию Луи Пастера о микробах, вызывающих болезнь, она сказала, это теория человека с очень нестабильным рассудком. И всякий, кто верит этому, также нестабилен. Вы слышали? Микробы не вызывают болезнь. Они результат нездорового состояния. Видите ли, видите это? Если микробы вызывают болезнь, нам нужно много лекарств. А разве нам не хватило лекарств? По горлу уже. Все, нам стоит прекратить. Нам стоит шагнуть назад, понять, что это за ребята, понять их роль в организме и на планете. И самое важное понять, какова их роль в кишечнике человека. Я не против антибиотиков. Они спасали жизни и продолжают это делать. Но, пожалуйста, используйте их только в качестве крайнего средства. Мой сын Джеймс в возрасте 35 пошел к доктору. Его локоть весь был опухший. Доктор сказал, что это бурсид, воспаление локтевой кости и нужно понять антибиотик. Джеймс ответил, что ни разу в жизни не принимал антибиотики и не хочет начинать. Я решил позвонить маме. А мама сказала, о, бурсид, значит, возьми имбирь, завари в пакетике и приложи прямо туда, где болит. Через три дня он пожаловался, что очень горячо, на что ему ответила, но это же воспаление. И через еще пару дней все прошло. Ну и сколько у того доктора таких пациентов 35-летнего возраста? Джеймс уже 37. Он до сих пор не понимал антибиотиков и все еще жив. На протяжении своих лекций я вам покажу, как вы можете быть своим личным доктором. Я верю, что каждый должен сам себя лечить, потому что только вы знаете, что вам нужно, что нет, через что вы прошли и как ваше тело на что отвечает. Я всегда слушаю, о чем говорят тела. И на здоровительных программах всегда можно услышать, мы приспосабливаемся, мы приспосабливаемся. Слишком много сока, дадим поменьше, слишком мало, побольше. У меня лодыжка болит, давайте наденем шляпу детектива и разузнаем, зачем же она болит. Если не перекрыть доступ, то вы всегда будете делать неправильные вещи. Если вы не найдете правильный курс, никогда не исцелишься. Исцеляйтесь. Человеческое тело было задумано, чтобы исцеляться, и оно будет это делать, если при одном коротком условии, если, если дать ему правильные условия. Как видно, по моей презентации нужно дать телу правильные условия, начиная с желудка. То есть счастливые смайлики, систему защиты, которая хорошо работает. Перестройте свой кишечник, а уже оттуда работайте с остальным. Когда мне было 20, у меня была книга «Назад в Эдем», Джефф и Клосса. Это была моя первая книга о здоровье. И пока я читала, заметила, что автор постоянно говорит о работе с кишечником. Я подумала, о чем же это он? Теперь я понимаю.